Мы идем провожать Афоньку. Да, Афонька? Афонька, видишь, какой попой? Мы все в таких комплектиках. В космосе. А, я это назвал изъездану. Это вам туарициты отходят. Да, надо сегодня их это пересудить. Да. Такое сегодня утро. Вчера такой дождь был ночью вообще. А сегодня туман, птички летают. Да, надо же забрать твою сумку. Теперь Антоша собирается в школу. Вернее, на автобус сейчас. Не знаем, где-то у нас телефон, да, Антохин? Да, всегда он испаряется. Его либо Гриша, либо Афоня взял. Больше никто. Не знаю, найдем, зай. Найдем. Если он выключен, я могу никак уже его не найти. Ну, почему? У Гришин-то выключен, и-то мы-то нашли. Застегивай куртку. Ой, как хорошо, да? Туманчик. Еще, кстати, Даша не хочет в музей. Даша не хочет? А ты едешь в кино, да? Четвертого ноября вы едете в кино с классом в Динскую. Это на следующие выходные. Пошли. Да, и еще, кстати, и Ваня не хочет. Да никто не хочет? Никто не хочет. Только Саша одета класс какой-то. Угу. И им все там скучно. Скучно в музее, да? Да. Пули. А это было бы интересно. Ты бы хотел в музей? Ну, когда-нибудь хотел. Я же и... Но никогда не был в музее. Не знаем. Так, все, ты пошел? Пока. Пока. Все, я тебя люблю, сынок. Пока. Какая красота. Тишина. Только где-то собачки гавкают. Зашла в госуслуги поискать налоговые задолженности. Смотрите, пришла не налог. Ну, в общем, на... Что? На земель. Это земельный налог. Сейчас смотрю, что... Тут у нас пеня высветилось. 3,98. Как это так интересно. Оплата невозможная. Пеня вот. Почти 4 рубля. Не знаю, как это переплатить. Вот еще... 2000... Где-то я считала. В общем, не знаю. Оплатить пока невозможно. Смотрю по поводу заграничного паспорта. Здесь получается, что нового образца на 10 лет вот 3,500. Если через госуслуги, так 5,000. А так 3,500. И для ребенка тоже вот скидка. И если на 5 лет, то вообще пол... 1400 даже для взрослого. И 700 для ребенка. Если на 5 лет, то 5 лет у нас делается вам по цену. Нового образца. Нужно нам ехать в Краснодаре его проходить. Вот так вот. Вот такие вот цены. Что бы мне делать, да? Я еду. Да, родни. В какой теме еду? Еду отвезти деньги, чтобы они заплатили за танцы. В общем, у нас танцы теперь стали бесплатными. Сначала танцы должны были стоить 1800 рублей в месяц. Потом 1200. Сейчас вообще их сделали бесплатными. Но нужно вносить пожертвования, которые нужно платить в банке Кубанькредит. Он у нас находится ближайший в Динской. Вот родня как раз туда едет. Я вообще собиралась сегодня в Динскую. Думаю, все равно нужно заплатить и пожертвования. Нужно все сделать. Пока мы не вяжем зелень в свободный день. Но такая хорошая история, что родня едет. Я вот сейчас ей везу квитанцию и деньги. Тут коровка у нас спасется. Ничего себе, как ее достаточно далеко от хутора отвели. Главное медленно ехать мимо коровы. Опять птичек куча. Вообще думала, что мне еще придется ехать в Динскую. Я не знаю, с чего я это взяла. Что нам пришли квитанции, налоги на машину. Может мне это приснилось. Не знаю. Я думаю, блин, опять ехать, опять встать в очереди. Нет. Налоги пришли. Только земельный налог. В общем, на Гришу. Гришин налог. Мой налог пришел. Поэтому на машину ничего не пришло. Потому что многодетные, ну если вы знаете, да, многодетные, если машина до 150 лошадей, мы за нее не платим налог. Я заехала в магазин. Значит, покупки показываю. Вот такую вот сметанку. Купила три помидорчика. Что еще? Два хлебушка. Белый. Гришка любит белый. Антоха любит черный. Сказал мне, что мне покупайте только черный. Я тоже люблю черный. Пряничка вот таких вот малюсеньких с начинкой. Сыр. И что вот это вот? Сосиски. Вот. И за все вот это вот я отдала. А вот еще вот это вот печенье купила. И за все я отдала 600 рублей. 611. Купила еще 5 пирожков. Ну вот осталось уже три. Они по 20 рублей получаются с картошкой и с капустой. Вот на 100 рублей 5 пирожков. Вот сейчас поставила воду на макарошки. Сейчас будет макарошки. И сварю еще сосиски. Или поджарить. Нет, сварю, наверное. Сварю сосиски и сделаю салатик. Что еще хотела сказать по поводу сосисок. Как их варить? Как вы их варите? Вот в этой пленочке или без нее? Как вообще? Как правильно? Может есть какие-то правила? Я вот не знаю. Мы как-то всегда варили в пленочке. Но я потом дома и варила и без пленки. Не люблю, когда они вот так вот взрываются. И непонятные формы становятся. Поэтому не знаю, как лучше. Вот. Варю макароны. Вот такие вот банки. Купила гранмулину какие-то. И они, знаете, такой а-ля закос под бариллу в коробочках. Но по 400 грамм. Они по 500. У бариллы все макароны по 500 грамм. И мне это очень нравится. Собираемся опять, едем в поездку. Куда? В Краснодар. Зачем? Ну сейчас... В бау-центр. Ой, в Макдональд зайдем. Ну иди. Ох и папа. Антошка, бабуля, мы вам Антона Сергеевича привезли. А мы поедем в розовый сад. На хуторе? Ну который тут на хуторе Ленинском. А его куда? Ну там что-то Сержуне Оксане купит. А Антошек к вам. У бабушки сразу голос пропал. А то такая была довольна. Ну все, беги. Беги, ты сам один дома. Вот мы и приехали. Это хутор Ленина. Правильно? Розовый сад. Розовый сад называется. Питомник. Вон ты когда-то рекламировали. Ну да. Одно время, да, у них прям реклама по телеку была. Вот сейчас заедем, посмотрим. Сержуне тут уже был. Сказал, что мне сюда нельзя. Заборчик прям, да, целый? С платана. Видите, сделали. А, ну да, вот это верхушка. Там парковка и тут. Ух ты. Границ, наверное, продается лист какой. Ага. Другой день. Так, а это обычная же эта. Как ее? Как она у нас? Акации, да? Где? Вот это вот. Ну, это необычно. Это... Ну, они все ее формируют, да? Как-то потом. Ой, тут как круто. Делали парковку. Здесь тут не было. Туда, когда было, они тут вот тут делали. А тележечки тоже, да? Да, они тебе и загрузят, и положат, и упакуют. Вот тут все. Вот он, такой вот розовый сад. И мы идем смотреть, Женя. Вот такая вот шишечка спасает. Вот такая вот мне нравится. Я ее соблюдаю. А тут уже накрытие на мере, а тут на мере. Ой, с шишечками с какими. Да, и с этой памяти не хватит, если ты каждая будешь. Да? А вот лысок вот такая. Она колюченькая? Да нет, она такая приятная, мягкая. Есть, да, это у него тоже есть. Ой, мне вот такие можжевельники нравятся, лапы большие. А урвы, если его это, он сам тянется очень быстро. Вот мне нравится. Да, тут как выставочный. Выставочные рыбки. Глянь, какие они красивые. Там что-то в клетке, я не знаю, есть. Да, тут как это. Вот, мне нравится вот такая вот, когда кора и вот такие же можжевельники. Пошли. Пошли, ладно. Сначала купим то, что нам нужно. А у него почти, видишь, растягивает. Угу. Идем выбирать сами растения. А вот еще, это она так специально пожелтела или что-то с ней не так вот? Нет, она такая есть. А, такая есть, да? А, там у белки, вот белки пройдут. Фотозона. Какой забор, это наша мечта, да, Сержин? Да. Но мы когда-нибудь сделаем. Сергей Алексеевич потом расскажет, как это. Да, главное, чтобы она год пережила, вот, лето. Вот, если осень, если лето, то перебил. И вот оно целой стеной потом становится. Если его подрезать, да, то оно вообще... Осторожно, грызуны. Грызуны. Вот тебе и грызуны белые. Такое нам надо. Ну, я не знаю, такой большой шарик или поменьше? Какие? Ну, они же потом что, вырастут? Нет, они такие. А, как есть, такой формы есть, да? Так, а это вот отдел продажи, где можно брать прям с тележечкой. С тележечкой брать, да, горшочки, и потом покупать. Да, ну, сейчас посмотрим. Вот. Ну, самшит 7 тысяч, вот такой вот. А вот туя, две с половиной, вот такой шарик. А вот такая вот туйка сколько? 450 рублей, да? Вот можжевельник, как мне понравился. С такими желтыми прожилками. 450 рублей, вот, маленький. А? А, ты звонишь? Вот яблоня райская. Какая она с... Это с плодами же она, да? С красивущими. Здесь и деревья, а я хочу и этот. Этот же, как я тебе говорила, господи. Облепиху, вот. Посмотреть хотела. А вот же, видишь, это же стриги. Думаю, что это ссора, это же стриги специально. Ну, да. Вот так вот и... Вот и резиночки. Ну, это просто резиночки. А мы купили... Это для мелких веток. Ну, да. А вот тоже райские яблочки. Их вот так вот на шпалеру. Натягивать и формировать. А мы идем дальше. Какой забор. Вот один, а этот другая. Это как бы не... Да нет, это не Кавказцы. Кавказка у меня уже такая. И вот красивый. И вот красивый. Я просто знаю, за что переживаю. А? А тут еще понимаешь, почему дуги пропадали в основном в лес. Почему? Собаки обсыпали. Да? Ну, у нас-то не будет на хуторе-то такой проблемы, да? Ахахаха. С собаками. Тут вот какие-то плоды. С интересными причем такими штуками. Съедобные или нет? Мы нашли виноград. Или вот у него нижние листья. Нижние, не знаю, верхние точно. Вы пошли еще сейчас на офисе посмотрим. Ну, нижние, а потом на низ, а потом вверх вот молодые. Наверное, да. Пошли посмотрим он офис. Вот это вот растение, которое заплетает здание, но оно не разрушает их. Оно на присосочках. Вот сейчас мы пойдем посмотрим, как у них офис заплелся. И, может быть, купим. Все же не пошли посмотрим, как офис заплело. Так, а вот это такой виноградик, который заплетает. Да, 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 вот он такой виноградик. Да, да, да. Вот это не боится, что они говорят, что ягоды эти пилы. А вот он вот так потом свисает. Очень красиво. Мне очень нравится, я бы купила. Плюща, 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 плюща я не хочу. Плюща у родителей можно. И то он почему-то не принимается у нас, да? Ну, ему какая-то сторона, да? Да, вот сделала она живая беседка из... Это ивы, да? Нет, это липа, да? Что это, Сержень? Вот это. Это вот так вот. Ах, похоже на липовые. Да, нет, вот это уже фотку, только было все без беседки. Серега показывал, а теперь вот крыша, все это натурально. По листьям плотаки похожи. Вот то валяется, нет, то сосна, облички нет. Да, по листьям это не похоже на облепиху, да? А на плоды похоже, в общем, унизу. Едем домой. А тут дождь очень сильный, прям. Хорошо, что нас там не застал такой дождь. Так, Афоню забираю. А мне приедут домой, афоню какую-то... Не знаю еще. А папа дома? Дома, в массине сидит, ждет тебя. Давай, одевай шапочки. А где-то тебе Афонина? Афоня, Афоня, Афоня. А вот Афонина. Это фартук. Афоня, Афоня, Афоня. Афоня, 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 Афоня. Выходим. Как тебе на улице? Дождик был. Ты видел? Слышал? Как ты спал? Хорошо. Хорошо? Сейчас везу Гришку на карате. И не знали, кто повезет. Сержуне никто не хотел везти. В такую погоду не хотелось даже выходить на улицу. Ну, моя очередь. Билла. Кого? Да, там у нас сохранилось на компьютере. Анатоша раскрашивает кого? Кристиана Рональдовна. А я полетел. Знаете, почему? Знаете, почему? Это футболка Мадрида, но я не хотела, как Мадрида. Я хотела за Португалию. Потому что белое, это ничего. Мама, на полицейскую машину. Я мог синим, и в Мадрида играл с Барселоной синий. Синий мне больше всего нравилась футболка. А на джип полицейский. А, в фоне джип полицейский. Так, я поехала за Гришкой, он на карате. Хорошо? Нет. Да. Пусть там остается ночевать. В зале как раз тепло. Зато ж, так, там они еще. Сейчас еду за Гришкой. А тут какое-то ДТП, походу. Возле школы. И не пойму, на развороте что-то. Ой, да тут аж три машины. Не буду там останавливаться. Поеду дальше. Сафоний сейчас будет нырять, да, сынок? Понял? Все, ты нырнул? Нырнул. Давай. Тут у нас и трубочки, и все шоколочки. И кружечки, да? Да. Вынырнул? Нырялкин мой. Сафоний покупались, теперь сейчас будем читать про Москву. Сафония покупались? Ну, Афония посмотрела, как он ныряет. Сейчас будем читать про Москву. Не люблю. Давай читать. Музыка. 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 Продолжение следует...